Сейчас я сделаю защиту по методу Panam Tukan Rapt от ударов типа хук, то есть от ударов размашистых. Защита эта применяется от ударов на подседе с насадками типа кружки, от диагональных ударов, от ударов типа слинг, то есть от всех размашистых ударов. Не все они равноценны, но в принципе, каждая из них по-своему хороша. Ассистирует мне вот Алексей, и я сейчас попрошу его у меня периодически носить удары как в передней, так и задней рукой, потому что иногда выгодно сделать подставку в одну на переднюю руку, другую на заднюю руку. Итак, первая подставка Panam Tukan, передней рукой. Трещь. Спереди. То есть здесь я делаю двойную подставку и локтем бью в бицепс, стараясь его расплющить, оплость, оплечевую кость. В основе чаще всего мы делаем такое продолжение. Тут же наносим удар контузивающий. Удар включится и так далее. Еще раз. Речь резко. И так далее. Следующая защита. Например, на медленно сделаем. Мне есть неудобно, видите, делать так. Поэтому здесь мы применяем, применяем чаще другую защиту. Так, вторая защита. Подставка. Как правило, мы сближаемся, потому что рука бьет больно на конце. И я вхожу. Вторая рука у меня тоже защищает меня плотенько. На переднюю руку. Также можно делать и на переднюю руку. Но сразу я говорю, скрапт. Мы этого редко делаем, потому что не люблю почему. Посмотрите. Он мне показывает удар сюда, а сам бьет по ребру. Ну, метод. Нет, сразу одно движение. Не-не-не. Давай ты сделаешь. Итак, почему мы его не любим? Сейчас Алексей сделает. Посмотрите. И вот почему мы это не делаем. То есть, видите, я его показал сюда. Сам подсаживаюсь и наношу мощный удар в почку или в печень. Вот. Поэтому лучше ее делать, эта рука, на заднюю руку. Если как бы удобно. И продолжение, где, соответственно, у нас идет сразу очень продуктивно. Следующая подставка. Это перевод калия. Лучше мне его делать, удобнее на переднюю руку. Я вкручиваю и перебрасываю руку. Для того, чтобы атаковать потом с другой стороны. Медленно еще раз. Итак. Вкрутка. Переброс. Атак. Другой руку. То есть, можно сделать и на этом. Медленно. Но, опять же, сюда мне не так удобно. Опять же, потому что приходится больше делать движение вращательное. Медленно на этом. Здесь неудобно это сделать. Следующая защита. Нырок. Нырок мы делаем следующим образом. Мы сразу делаем его с ударом. Делается он на этом. Как на одну руку, так и на другую. Резко. Бьем и, как правило, в пак. То есть, можно использовать также внорок классически. Также, перевод руки. Медленно. Пик-контроль. Другой рукой. Пик-контроль. Окей. Быстро. Сразу атака. Еще раз. Медленно. Я перевожу руку. Ныряю. И выхожу, соответственно, отсюда. На контратаку. На заднюю. Руку перевел. Контроль. Удар. Один. Следующая защита, которую я очень люблю. Выполняется на любую руку. Я даю ему окно. И, как только, что пошел любой рукой удар, сразу вхожу. И делаю вот такое вот движение. По филиппински это называется агава, рука змея. Итак, еще раз. Все. И сразу блокирую вторую руку. Если на другую. Вот. Контроль. То есть, я не жду, сразу пошел. Вот очень хорошая вещь. Дальше. Очень эффективная техника требует хорошего чувства времени. Очень эффективно не при коротких ударах, а при ударах размашистых, типа длинных луков, свингов. Итак. Контроль плеча. И тут же рубящий удар. Порезь. То есть, медленно. Вот на эту руку что-нибудь надо было. Я останавливаю плечо вот именно в этой точке. И здесь топорю, дальше она не идет. И за счет бедра тут же он нашел мощный удар. На эту. Нет. Остановка. Рубящий удар короткий. Следующие две техники очень травматичные для того, кто бьет. Поэтому, к сожалению, я тут могу их показать только медленно. Сайдстеп и удар хук насадкой кружка в бицепс. При сильном ударе, при встречном скоростях, при сложении скоростей, может быть разрыв мышц. И так, еще раз. Сайдстеп и мощный удар в бицепс. Я сейчас сделаю быстро. Я сделаю по воздуху. Окей. Другой вариант. Я сейчас показываю переднюю руку. Когда я ныряю и бью навстречу, подсаживаясь под руку в другую сторону. Очень неприятный удар. Опять же, лучше его делать на переднюю руку. Дальше. Веретеном. Веретеном мне удобнее делать. Вот из правосторонней стоите. На заднюю руку. Посмотрите. Вот если я тут удар передней рукой, я могу так сделать. А вот это веретеном мне с неудобно. Когда я тут на заднюю руку... Значит, почему мы его применяем? Вроде бы открываются. Я могу это опять же только медленно показать. Медленно. То есть мы его делаем сразу с ударом. Видите? То есть человек открыт. И фактически закрыться у него сейчас очень мало. То есть он сразу попадает на удар. Другая наша защита. Это мы называем активной защитой. Но оно применяется от обеих рук. И выглядит следующим образом. На другую. И сразу удар. Медленно. Удар. То есть мы так не стоим. Мы сразу наносим удар. Тут же взрывается. На другую. Опять же я это могу очень аккуратно показывать. Есть еще и просто сопровождение. Например, когда у меня идет хук. Это, скажем так, в основном для захватов руки. То есть я ее перебрасываю. И выхожу на какой-либо залог. Ну и скажем, такой вариант полицейский. Когда мне надо задержать. То есть вот я выбросил. И приклеился к этой руче. И так далее. Спасибо. 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 Продолжение следует...